Рост экономик стран-участниц ЕАЭС становится все более устойчивым. Об этом сегодня шла речь на заседании Евразийского межправительственного совета в Астане. К следующему заседанию в октябре в Ереване премьеры договорились подготовить дорожную карту по устранению ограничений во взаимной торговле. По итогам встречи принято 8 документов. Одним из важных вопросов стал проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Главы правительства обсудили и социальные вопросы. Проект договора о пенсионном обеспечении в Союзе ждут миллионы людей, чья трудовая деятельность связана сразу с несколькими странами. После вступления его в силу можно будет работать без потери трудового стажа и пенсии. Белорусские аграрии выходят на финишную прямую. На сегодня убраны две трети площадей. В Закромаха 5 миллионов тонн зерновых. В Брестской области работы идут на последних 9% гектаров. Лидер по намолоту – столичный регион. К миллионной отметке приближается Гродненской области, лидирующая по средней урожайности. В Могилевском регионе появились экипажи-трёхтысячники, а в Витебском четыре экипажа-комбайнеров преодолели тысячные рубежи по намолоту зерна. Новые и усовершенствованные модели пассажирской и грузовой техники предлагает Минский автозавод. Автобусы на природном газе стандарта Евро-6 уже тестируют в Иране. Обновляются и школьные автобусы. Их делают более проходимыми. Салон теперь удобнее для детей. Разработал МАС и новейшие модели городского транспорта с рядом опцией для маломобильных пассажиров и людей со слабым зрением или слепых.